Привет, это Дэн, специально для всесоки.ру. Сегодня я сделаю первый обзор новой двухшнековой соковыжималки от Омега. В основном Омега известна своими одношнековыми соковыжималками, как горизонтальными, так и вертикальными. А теперь они решили попробовать выпустить соковыжималку с двойным шнеком. Обычно мы привыкли видеть дорогие машины, такие как Greenstar, Kempo или Angel. Дизайн Омега с двумя шнеками похож на дизайн одношнековых, но внутри они полностью различаются. Здесь два шнека. В этой машине два шнека небольшого размера. Сейчас я их покажу. Они предназначены для измельчения продуктов на мелкие кусочки. У двухшнековой соковыжималки есть свои плюсы и есть минусы. Главное преимущество – это качество и количество сока. Вы получаете сок более качественный и в большем количестве. Горизонтальные или вертикальные соковыжималки очень далеко ушли вперед от соковыжималок центрифужного типа. Это все равно, что начать получать пятерку вместо тройки в школе. Если приравнять к этой системе двухшнековую соковыжималку, тогда ее можно будет оценить на пять с плюсом. Еще немного лучше одношнековых. С другой стороны, вы увидите, когда я буду отжимать сок, сам процесс будет проходить немного сложнее. Особенно сложно проталкивать такие твердые продукты, как морковь, в маленькое отверстие. Нужно приложить немного усилий. Но я хочу попробовать. Никогда не работал с такими соковыжималками, кроме Angel. И мне интересно посмотреть, как будет работать Omega. Сейчас я разберу ее, покажу вам все детали и затем мы приступим к соковыжиманию. Вот что было в коробке. Прежде всего, это инструкция пользователя. Там есть вся информация по сборке и использованию. В комплекте идут два толкателя – деревянный и пластиковый. Их можно чередовать. Преимущество деревянного в том, что он немного длиннее и достает до шнеков. А у пластикового толкателя есть небольшой выступ, которым можно протолкнуть застрявшие между шнеками продукты. Он может помочь, если маленький кусочек моркови или чего-то еще застрял. Это инструмент для разблокировки. Его используют, если нужно открутить вот эту деталь. Иногда при отжиме большого количества продуктов там может скопиться жмых, особенно если вы отжимаете сельдерей. Это щеточка для чистки. А это сетка с крупными отверстиями вместе с корпусом. Через секунду я покажу вам сетку с мелкими отверстиями. Это контейнер для сока и маленький дуршлаг для процеживания жмыха от яблок или других продуктов. Ну и контейнер для жмыха. Сейчас я разберу отжимную корзину, но сначала посмотрите на дизайн. Соковыжималка напоминает стандартную горизонтальную шнековую Омега или Сана. Выглядит она также. Даже корзина для отжима похожа, но внутри все совсем по-другому. Она открывается как горизонтальная соковыжималка. Вот оно фиксирующее кольцо. Также здесь есть регулятор выхода жмыха на конце, но мы поговорим о нем чуть позже. И два шнека в корпусе. Давайте их вытащим. Посмотрите на сетки с крупными и мелкими отверстиями. Они встроены вот в такие пластиковые корпусы. И шнеки по отдельности. Их нужно выравнивать определенным способом. Красная точка на одном шнеке должна располагаться между двумя красными точками на другом шнеке. Они должны быть выровнены только таким способом. Шнеки будут хорошо затянуты, что позволит качественно измельчать продукты. Также хочу отметить, что соковыжималки доступны в двух цветах – красном и серебряном. Отжимная корзина снимается так же, как у одношнековой соковыжималки. Но воронка немного меньше, чем у некоторых горизонтальных одношнековых машин. Посмотрим, как она работает. Этим я сейчас и займусь. Я подготовил фрукты, овощи и листовую зелень. Давайте начнем. Я начну с отжима грейпфрута. Большинство соковыжималок хорошо справляются с цитрусовыми. Эта машина не исключение. Я также хотел отметить, что здесь есть специальный регулятор жмыха, который оснащен пружиной. Его нужно затягивать для отжима корнеплодов и листовой зелени и ослаблять для таких продуктов, как цитрусовые, поскольку они очень сочные. Да, она справляется с грейпфрутом очень хорошо, как я и думал. Это здорово, потому что у многих соковыжималок, которые я тестировал, не всегда была чистая отжимная корзина. А здесь она чистая. Вы можете увидеть это при съемке крупным планом. Видно, как два шнека измельчают содержимое синхронно. Также посмотрите, как равномерно выходит жмых. Можно немного затянуть регулятор. Это поможет увеличить количество сока. Можно экспериментировать с регулятором, затягивая или расслабляя его. Если мякоть начнет давать задний ход, снова расслабьте регулятор. Затягивание регулятора позволяет отжать больше сока. Так, я смотрю, что сок вытекает не очень хорошо, поскольку я затянул регулятор слишком туго. Сейчас я чуть-чуть ослабил, чтобы процесс пошел лучше. Последний кусочек. Пусть остатки сока выйдут и стенки немного очистятся. Да, с грейпфрутом машина справилась хорошо и быстро. Хочу отметить, что некоторые люди не любят сок из грейпфрута, потому что он немного горчит. И чтобы этого не было, когда вы чистите грейпфрут, убедитесь, что вы очищаете кожуру вместе с белой прослойкой. Если вы плохо очистите ее, тогда сок будет горчить. Некоторые также любят добавлять в сок немного сахара или меда. Это был сок под номером один. Переходим ко второму. Теперь будем отжимать морковь. Известно, что двухшнековая соковыжималка делает высококачественный сок в большом количестве. Но есть одна особенность, когда мы отжимаем морковь или яблоки. Из-за маленького расстояния между шнеками, в которые должен попасть продукт, соковыжималки сложновато справляться с морковью. Нужно приложить усилия. Я использовал Angel прежде, и у меня была такая проблема. Интересно посмотреть, как сработает Omega. Как я уже говорил, вы получаете высококачественный сок, но для этого придется приложить немного усилий. Я пока выключу, чтобы вам было лучше слышно. Посмотрите, я разрезал морковь на половинки и не буду класть целую. Я пробовал загружать цельную морковь в горизонтальную одношнековую соковыжималку, но отверстия там было больше. А эта соковыжималка будет работать лучше, если кусочки моркови будут тоньше. Давайте я попробую. Да, мне приходится надавливать. Также можно покрутить регулятор жмыха для получения большего количества сока. Из-за этого морковь может начать прокручиваться обратно. Там осталось немного спрессованной моркови. Я возьму деревянный толкатель, поскольку он длиннее, если нужно хорошенько протолкнуть остатки. Да, отлично. Деревянный толкатель – это то, что нужно. Я буду прикручивать с этой деревянной пленжей. Хочу отметить несколько моментов. Как я уже говорил, я отжимаю морковь каждый день с помощью горизонтальной соковыжималки САНА 707. Здесь жмых получается более сухим и более мелким. Я могу сделать его еще более сухим, если затяну регулятор, но тогда проталкивать будет сложнее. В принципе, сейчас затянуто довольно плотно. Еще я хочу обратить внимание, если морковь немного согнута, как здесь. Если бы она была цельная, то было бы удобнее давить. А так у меня только половинка, поэтому лучше разломить ее на две части. Тогда можно будет приложить максимум усилий при надавливании. Вы работаете с двойным шнеком. Это непростая загрузка в обычную горизонтальную соковыжималку. Некоторые спрашивают у меня, что делать со всем этим жмыхом, который остается. Ну, это похоже на отходы. Некоторые предлагают добавлять его в кексы или другую выпечку. Но я не думаю, что это будет правильно, поскольку вы уже отжали из него много сока. И сладковатый привкус ушел. Я, например, использую жмых для компоста. У нас есть машина для приготовления компоста на заднем дворе. И мы убираем жмых туда. Сок получился очень чистым с минимальным количеством пены. Чуть позже я его попробую. Теперь яблоки. Их проще отжимать, чем морковь, поскольку пришлось потрудиться, проталкивая морковку. Если вы будете отжимать сок из моркови каждый день, то можете нарастить мышцы. Давайте посмотрим на яблоки. Я немного затяну регулятор жмыха, чтобы получить больше сока. Мне также приходится проталкивать яблоки. Загрузочная горловина здесь довольно маленькая по сравнению с теми, что мне доводилось использовать. На горизонтальных машинах Сана и Омега. Также здесь нужно больше возиться с нарезкой продуктов. Нужно помнить об этом, если вы привыкли резать яблоки на четвертинки или используете круглый слайсер для яблок. Они просто могут не влезть. Мне приходится проталкивать их вот так. Но не переусердствуйте. Интересно, какой жмых у нас получится. Отмечу, что жмых снова получился такой же сухой, как и после отжима моркови. Даже более сухой, чем на моей горизонтальной одношнековой соковыжималке. Мне приходится прилагать больше усилий, очень сложно протолкнуть яблоко через отверстия. Это результат того, что я не порезал некоторые кусочки на более мелкие части. Достаточно. Сок выглядит прозрачным и да, жмых получился очень сухим. Получилось немного пены, и это нормально для яблок. Эта соковыжималка работает на 150 оборотах в минуту. Это быстрее, чем на горизонтальной одношнековой, которая работает примерно на 80 оборотах. И это намного быстрее, чем вертикальной, которая работает на еще более низких оборотах. Да, здесь получилось немного пены. Когда я отжимаю яблоки дома, я ставлю дуршлаг на контейнер, несмотря на то, что соковыжималка низкооборотная. Теперь я покажу, как помыть и разобрать соковыжималку. Она моется довольно легко, и затем я отожму виноград. Мыть двухшнековую соковыжималку немного непривычно, поскольку здесь больше деталей. Но я считаю, что Омега хорошо потрудились, сделав соковыжималку достаточно простой. Я положу детали в раковину и высыплю жмых. Можно разобрать детали двумя способами. Например, начать с конца или сразу полностью отсоединить отжимную корзину. Для видео я сниму отжимную корзину полностью. Здесь есть одна особенность. Воронка снимается очень легко. Откручиваю крышку и вытаскиваю шнеки. Нужно просто сполоснуть все детали под проточной водой. Как, собственно, со всеми соковыжималками, мойка этой машины заключается в споласкивании деталей под проточной водой. Основательно нужно потереть щеткой только сетку. Я делаю так. Наливаю воду в контейнер из-под жмыха или сока и складываю туда детали, чтобы большие кусочки жмыха отстали. И только потом возвращаюсь к ним. Здорово, что воронка отсоединяется. Благодаря этому отжимную корзину легче мыть. И последнее, что остается почистить щеткой, это сетка. Видно вам или нет, на ней осталось не так много жмыха от яблок. Я просто почищу ее. Не забывайте мыть как внутри, так и снаружи сетки. Это почти все. Еще одна деталь, которую сложновато мыть, это крышка с регулятором жмыха. Я немного откручиваю ее и споласкиваю, пропуская воду через отверстие, чтобы вышли последние кусочки. Там еще есть частички яблока, прилипшие к стенкам. Теперь все готово, я все помыл и все сполоснул. Давайте перейдем к винограду. Я подготовил немного винограда. Виноград отжимать довольно легко, я максимально ослаблю регулятор. Здесь не требуется слишком сильно затягивать, поскольку он очень сочный. Поехали. Поехали. Я заметил интересную вещь, поэкспериментировав с регулятором жмыха. Так как сок вытекал слишком легко, я затянул регулятор потуже, чтобы посмотреть, что произойдет, получится ли жмых сухим. Да, действительно, жмых стал более сухим по сравнению с тем, который выходил в начале. Он похож на спрессованную виноградную кожуру, очень сухой. Но мне кажется, я затянул слишком туго, и виноград стал давать задний ход. Поэтому я снова немного ослабил, чтобы ускорить процесс. Ну, тут просто нужно привыкнуть. Бывает, что кожица винограда прокручивается обратно. Для тех или иных фруктов нужно просто привыкнуть к определенной установке регулятора. Получился красивый прозрачный сок. Последнее на сегодня, но не менее важное. Говорят, что двухшнековая соковыжималка специализируется на подобных продуктах. Я отожму салат румен. Интересно посмотреть, что получится. Итак, последним, что я отожму сегодня, будет салат румен. Как я уже говорил, двухшнековые соковыжималки известны своей способностью хорошо отжимать листовые овощи. Не только салаты, но также шпинат и даже крапиву. Я видел, как отжимали сок из крапивы. Моя жена любит отжимать и засушивать подобные вещи. Но сегодня мы попробуем сок из салата румен. Он достаточно сочный. Прежде я никогда не пробовал отжимать его, поэтому мне интересно посмотреть, как это будет. Будет ли машина затягивать его или мне придется проталкивать. Давайте посмотрим. Отжим проходит достаточно хорошо. Я просто складываю салат напополам и затем проталкиваю, не прилагая особых усилий. Я подталкиваю салат к шнекам и они его затягивают. Опять же, посмотрите, жмых получился очень сухим. Как будто спрессованный, очень похож на опилки. Мелкие листья будут затягиваться сами. Шнеки просто выхватывают их у меня из рук. Как я ожидал, соковыжималка отлично сработала с салатом. Она буквально прожевала его. И я очень впечатлен, что жмых получился таким сухим. Действительно выглядит как опилки. Получился насыщенный зеленый цвет. Мне очень нравится. Таким был обзор двухшнековой соковыжималки от Омега. Как я уже говорил, она отлично справляется с листовой зеленью. Также неплохо работает с фруктами. Хочу сказать, что если вы собираетесь отжимать зелень, шпинат, салаты и другие овощи в больших количествах, тогда эта соковыжималка подойдет именно вам. Для более подробной информации заходите на наш сайт всесоки.ру. Спасибо за то, что посмотрели. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова